В завершение этого модуля хочется сказать несколько слов об этапах компиляции программы на языке Haskell. Каким образом мы из файла с расширением HS, файла с исходным кодом, который мы написали, получаем исполняемую программу. Компилятор Haskell выполняет достаточно большое количество преобразований. Давайте опишем шаги, которые он делает для того, чтобы получить исполняемый файл. Либо тот окончательно готовый двоичный код, либо же байт-код, который в дальнейшем используется в интерпретаторе GHCI. На первом шаге происходит следующее. У нас происходит синтаксический разбор нашего файла исходного кода. И всем именам, все имена делаются квалифицированными. То есть к ним добавляется имя модуля, ну, возможно, еще некоторая дополнительная информация, связанная с иерархическими именами модуля. После этапа синтаксического разбора наступает этап проверки типов. Если проверка типов проходит успешно, то мы переходим к следующему этапу, а именно к этапу рассахаривания. Наш код транслируется в некоторый другой язык, более низкоуровневый, который называется КОЭ. Язык КОЭ не содержит многих синтаксических конструкций, которые в Хаскеле присутствуют. Хаскель вообще довольно богатый язык. Мы познакомимся с большим количеством синтаксического сахара. Уже познакомились, познакомимся в дальнейшем. Вот на этом этапе все более высокоуровневые конструкции преобразуются в более низкоуровневые конструкции. Наш язык становится меньше, компактнее, менее читабельнее, естественно. Хотя весь этот код тоже можно читать. Есть ключи компилятора, которые позволяют на каждом шаге посмотреть, какой же код сгенерировался. После того, как наша программа на Хаскеле превратилась в программу на языке КОЭ, у нас наступает следующий шаг, очень важный. Этот шаг носит название «оптимизация». Над программой, которая получилась, выполняется несколько циклов оптимизации. В функциональных языках существуют очень развитые инструменты высокоуровневой оптимизации. И вот на этом шаге многократно наша программа модифицируется и в итоге получается оптимизированный код, еще пока на человека читабельном языке, который после этого шага переходит на последний шаг, который носит название кода генерации. Кода генерации происходит в два этапа. На первом этапе мы преобразуем наш код на языке КОЭ в код так называемой СТГ-машины. СТГ-машина это графовая машина, которая осуществляет графовую редукцию нашей программы. Дальше код СТГ-машины преобразуется в некоторый специальный язык, который называется Си-минус-минус. Этот язык очень похож на язык Си, но он тоже по сравнению с языком Си довольно низкоуровневый. У многих конструкций, которые в языке Си присутствуют, в языке Си-минус-минус нет. И дальше мы можем получить из этого файла на языке Си-минус-минус. Уже происходит настоящая кодогенерация. Мы можем либо генерировать код для целевой платформы, одной из тех, которые поддерживает компилятор GHC, либо можем генерировать код для LLVM. Продолжение следует...